Гарденшок Поехали с нами, посмотрим, что под капотом у этих тракторов Испытания на стенде тягово-динамических показателей прошли три модели Скал Т15, Т18 и Т25 Были определены тяговые и топливно-экономические показатели Предельные показатели статической и динамической устойчивости А также другие параметры Для того, чтобы не нагружать вас в формулу на расчетах приведенных испытаний Мы тезисно расскажем вам о рекомендациях к эксплуатации тракторов Скаут Подробная информация будет содержаться в новой редакции инструкции по эксплуатации мини-тракторов Скаут Несмотря на достаточно высокий коэффициент использования веса трактора Общую массу машины желательно увеличить Так можно полностью реализовать максимальный потенциал двигателя Количество оборотов в барабан так оставится, 23 оборота Оборотов в колеса могут увеличиться количеством Потому что буксование Чем больше нагрузка, тем больше буксования То есть их надо считать за 23 оборота И мы замеряем за сколько времени мы проедем эти 100 метров За сколько времени нас делает 23 оборота И при этом Затем ко мне Посмотрите Вот весы Значит, что нужно замерить Сколько раз вкладывают топлива За эту ленту Тогда мы сделаем 24 обороты Рекомендуется производить дополнительные утяжеления передней части мини-трактора Примерно на 80-100 кг А задней части до 90 кг Полесных грузов до 45 кг на каждую сторону При использовании дополнительного балласта На примере трактора Скаут Т-18 Было зафиксировано увеличение курковой мощности на 48% От такой же нагрузки без утяжеления Тяговый КПД трактора при работе на второй пониженной передаче Составляет 44% для модели Т-18 Для модели Т-25 максимальный тяговый КПД был зафиксирован на третьей пониженной передаче Порядка 55% Это уверенные результаты для малогабаритного агрегата Также рекомендуется заменить модель глушителя на классическую Направленную вверх в избежание попадания перегретого металла на сухую траву И возможного сгорания Рекомендуется улучшить эргономику педали управления и формы защиты ремня Для упрощения использования заднего навесного оборудования Берущего мощность от ременного лома Основным недостатком мини-трактора данной конструкции является большая высота точки прицепа 0,55 метров Что создает большой опрокидывающий момент при движении трактора под нагрузкой Рекомендация для изготовителя Опустить точку прицепа до уровня или ниже уровня колес Здесь просто статическая устойчивость И определим его углы Предельное значение углов противопрокидывания Назад, вперед и вбок У нас известна межосеводия стоянка Известна база трактора Ширина Далее были проведены испытания одноцилиндровых дизельных двигателей На стенде для фиксации номинальной и максимальной показательной даводовой мощности Этим этапом Аграрного университета были испытания всего модельного ряда возможно использованных одноцилиндровных двигателей Для выявления оптимальной модели И дальнейшем их использовании в стандартной комплектации поставки Для испытаний были предоставлены следующие модели силовых агрегатов Дизельные двигатели R195, XT15, ZS200, ZS1105, ZS1115 и CL25 Все предоставленные для лабораторных испытаний двигатели Произведены на заводе Scout И прошли предварительную обкатку на стенде с последующей заменой масла в картере При выборе важных параметров Лабораторная группа исходила из показателей экономичности Предельных температур работы охлаждающей жидкости и масла А также выдаваемые номинальной и максимальной мощности По итогам испытаний были выбраны три оптимальные модели дизельных двигателей Которые будут рекомендованы для использования в качестве базовых При дальнейшем совершенствовании и модернизации модельного ряда Для Scout T15 рекомендован мотор R195T Массой 116 кг Номинальная мощность на стенде составила 12,5 л.с. А максимальная 15 л.с. Для трактора Scout T18 рекомендован профессиональный двигатель ZS11020T Массой 173 кг Его номинальная выходная мощность на стенде составила 15,4 силы А максимальная чуть меньше 18 Для трактора T25 по всем параметрам нет смысла устанавливать мотор более 20 л.с. Важным итогом оказался факт того, что КБД трактора зависит во многом не от мощности двигателя А от его разрисовки и общей массы В классе ременных тракторов с одноточечным присоединением навесного оборудования Двигатель должен обладать свойствами не столько тягового усилия и выходной мощности Сколько не иметь склонности к перегреву Быть экономичным и надежным в эксплуатации И иметь достаточную собственную массу Надеемся, что вся информация была полезна как владельцам Scout Так и тем, кто еще не определился с выбором Спасибо за внимание Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Также оставляйте свои комментарии ниже Все ваши пожелания будут учтены Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»